Ну а 40 лет назад в Москве начались летние игры Олимпиада 80, которая во многом изменила советских людей. Многое для них тогда было впервые почти на месяц. Жизнь превратилась в один большой праздник. Как это было, рассказы непосредственных участников собрал наш корреспондент Максим Красоткин. ПЕСНЯ Эта Олимпиада должна была стать мировым триумфом Советского Союза. ПЕСНЯ Зажечь главную чашу Олимпийского огня в Москве доверили прославленному баскетболисту Сергею Белову. Игроку советской сборной, которая в 72-м на играх в Мюнхене, на последней секунде вырвала победу у США. Такой вот подтекст. Чемпион с факелом в руке поднимался по помосту из множества фанерных щитов, которые держали в руках солдаты. Чтобы не поскользнуться, спортсмен надел кроссовки совсем не олимпийского бренда, как того требовало правило. Зрители не заметили, а оргкомитет ругать не стал. Городов, где проводились соревнования, было пять. Кроме Таллина, где стартовала парусная регата, все были городами-героями. Что символично. Москва, Ленинград, Киев и Минск. В столице Белорусской ССР главным факелоносцем стал борец-вольник Александр Медведь. В Минске прогнозировался дождь. Ну и чтобы не случилось курьеза, чтобы не погас символ мира, дружбы, благополучия, олимпийское пламя, да, его заправили чуть ли не ракетным топливом. Ну и дали Александру Васильевичу четкие указания. Он должен был подбежать к чаше с огнем, зажечь ее, опустить факел ведерка, которая там рядом стояла, ну и в общем уйти. Все пошло немного не по плану, огонь не погас. Выкипела вода сначала, потом расплавилось ведро, начал плавиться бетон и только тогда, когда выгорело топливо, Александр Васильевич смог покинуть вот этот подиум, на котором он стоял. Впрочем, с трибун и на трансляции это было незаметно. Куда больше в глаза бросались изменения, происходившие в олимпийских городах, особенно в столице. В живописной пойме Москвы-реки, в районе Крылатского, к началу Олимпиады полностью сложился еще один крупный спортивный центр столицы. До рекордов спортивных били рекорды строительные. К началу игр было возведено более 70 объектов. Стадионы и гостиницы, терминал аэропорта Шереметьево и новый корпус Останкинского телецентра, называемый сейчас АСК-3. Это было абсолютно девятое чудо света, потому что абсолютно бренд дню телецентра, в котором все просто сверкало, сияло, забит был абсолютно новейшей по тем временам электроникой. Все было настолько потрясающе, оказалось, что коммунизм придет завтра. Генеральный продюсер телеканала «Мир» Павел Корчагин в ту пору был старшим редактором зарубежной редакции Гостелерадио. В том же АСК-3 у нас был пресс-бар. Он тоже весь сиял чистотой. Там было невероятное количество разных напитков, но только сортов пива там было, может быть, штук 20. По тем временам это было просто немыслимо. Если одно было пиво какое-нибудь жигулевское, это уже было хорошо. А здесь вот такой набор. 4-го числа ничего не было. 4-го числа все были хамовитые, хамоватые, ничего больше не продавалось, никакого пива там больше не было. То есть все вернулось на круги своя сразу за один день. Из телецентра трансляция игр велась на более чем сотню стран мира. Американским телевизионщикам СССР продал права на показ за сумасшедшие деньги. Больше 80 миллионов долларов. Но тут война в Афганистане, бойкот Олимпиады многими странами, в том числе и США. И показывать игры в полном объеме они не могли. Но Советский Союз деньги получил до цента. Американцы свой контракт застраховали. Получил 82,5 миллиона долларов, из которых за 50 миллионов долларов был построен вот этот новый телецентр. Эта сумма не облагалась налогом, благодаря которому вся наша страна была покрыта телевидением. До этого мы по кабелю получали картинку из Москвы. Тогда же телевидение получило новое оборудование. Его размеры сейчас кажутся огромными, но это лучшее, что было на тот момент в мире. Это была легкая маленькая камера на тот момент. К ней крепился вот такой толщины коаксиал. Коаксиальный шланг, провод. Размером, наверное, длиной метра 2 или 3. И он крепился к чемодану на колесах. Примерно вот такой толщины вот такому чемодану на колесах. Туда ставился рулон с видеопленкой. Вот такой ширины. Это был прорыв. Это был просто супер-супер-супер прорыв. Потому что корреспонденты стали мобильными. Потому что оператор мог идти, за ним бежал инженер, тащил чемодан с этим шлангом. Но уже стало легче, чем ходить с кинопленкой. Грандиозное шоу было и на стадионе. На трибунах, как на цветных экранах, возникали целые сюжеты и картинки, отражающие многонациональный советский колорит. На подвижном фоне в центре восточной трибуны белорусский национальный узор. Все это было за счет быстрой смены цветных табличек в руках почти 5000 солдат. Тогда их называли операторами художественного фона. Владимир Родченко, в ту пору срочник Таманской дивизии, был одним из них. Я должен был сидеть в манишках вот такого определенного цвета. Когда номер 4 напротив, режиссер зажигает свет, зажигал на 4, я должен поднять по его отмашке голубой, третий красный, третий четвертый зеленый, пятый желтый. И получалась та саможивая картинка. Вот как это работает. Кстати, слеза олимпийского мишки во время закрытия Олимпиады появилась не из-за ошибки солдата, забывшего вовремя перевернуть цветную табличку. Как тогда говорили, это была задумка режиссера. Он словно пришел из старой русской сказки. Он очень хотел понравиться спортсменам и гостям. Главный символ Олимпиады 80 был придуман художником Виктором Чижиковым. Из 60 эскизов жюри выбрало его наброски. В 19 веке Россию они сотворяли с медведем. Ее рисовали в виде медведя. И этот медведь вел себя отвратительным образом. Меня это не устраивало, вот такой медведь. Мне надо было ломать представление. Рисунок Чижикова понравился и иностранцам, и политбюро. Но на нем не было олимпийской символики. Тогда, в последний момент, художник дорисовал пояс штангиста. Получилось, будто Мишка только взял вес и улыбается, как добродушный силач. Фактически символ спортивной России. Это мы понимали, что мы делали. Это должно было быть и серьезно, и с какой-то долей юмора обязательно. Потому что это уже традиция, что талисман должен сообщать какое-то праздничное настроение. Талисман игр было везде. На футболках, сумках, кружках и упаковках. Олимпиада немного приобщила советских людей к западному образу жизни. Вот впервые были выпущены вот такие вот влажные салфетки, которые очень интересная инструкция. Освежающие, очищающие, гигиенические салфетки. Скрыть, развернуть, потереть на целую руку. Ну, как будто ими можно было чем-то другим заниматься. Впервые тогда увидели чай в пакетиках и идеологически чуждую советскому сердцу жвачку. Самое прикольное, наши, по-моему, Прибалку выпускали вот такую жвачку. Вот эта жвачка, мятная. Ну, там несколько было разновидностей. На самом деле, они обличались очень большим качеством. Потому что, ну, пару раз живут и выплевывают. Можно было. Тогда Москва отличалась изобилием. В продаже были и фанты, и пепси, одежда иностранных брендов и сигареты. Тогда же появилось и понятие «за 101-й километр». Туда выслали судимых, бездомных и злоупотребляющих алкоголем. Считалось, что это расстояние сложно преодолеть своим ходом. Законопослушным москвичам порекомендовали уехать на дачи, а детей отправить в пионерские лагеря. Для обеспечения Олимпиады мобилизовали почти всю советскую милицию и КГБ. Даже в моей группе было несколько сотрудников органов безопасности, которые выдавали себя за переводчиков. У них был самый плохой английский язык. Кстати, тогда же Павел Корчагин познакомился со своей будущей женой. Она работала переводчиком у японской съемочной группы. Сам он помогал англичанам. Их страна бойкотировала игры, но многие спортсмены решили поехать под нейтральным флагом. Зюдаист Нейл Адамс тогда завоевал серебряную медаль и нашел множество друзей среди соперников по татаме. Это был прекрасный опыт для меня. Я всегда с теплотой вспоминаю свой визит в Москву. Даже несмотря на то, что я проиграл в финале, это, пожалуй, единственный грустный момент. И все равно это были потрясающие игры. Олимпийские игры – это уникальные события. Ты встречаешь так много людей из разных видов спорта, и вы проводите время вместе и становитесь друзьями на всю жизнь. Верхом мастерства советских постановщиков стала церемония закрытия, когда в небо взмыл олимпийский мишка. Фигуру талисмана, по сути, аэростат. На испытаниях никак не удавалось уравновесить. Он то и дело кувыркался в воздухе. Тогда проблему решили, утяжелив ему лапы и призав сверху шарики. Он взмыл над лужниками, показав всему миру суть внешней политики страны, традиционное гостеприимство и неподдельную искренность советских людей. До начала перестройки оставалось пять лет. Максим Красоткин, Александр Зазуля, Мария Солопова и Ксения Хворых. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова